В этот коричневый платок в ночь депортации крымских татар 18 мая 1944 года родители завернули младенца. Спустя несколько десятков лет он вернулся в Крым вместе с хозяйкой, а теперь стал одним из главных экспонатов выставки, посвященной депортации. Его передала в Крымско-Татарский музей Бе Ильясова. Каждая вещь, выставленная на экспозиции, хранит свою историю. Эльма Асмамутова рассказала о портфеле своей бабушки Лилишем Сидиновой. Майскую ночь она пошла к подруге готовиться к экзаменам. И ночь отпросилась у родителей позаниматься, чтобы подготовиться к экзаменам. Естественно, что она могла с собой взять, это портфель школьный, не какие-то учебники, тетради. А когда утром вернулась домой, оказалось, что семьи нет, депортирована. С этим портфельчиком она была депортирована. Он пережил депортацию, он пережил возвращение в Крым. Мы его сохранили и передали в музей. Представленные в экспозиции тематические стенды, предметы быта и искусства, архивные документы, фотографии и книжные издания предоставлены из государственных архивов и фондов Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия, частных коллекций, общественными организациями. Крымско-Татарского музея Отдельный зал мемориального комплекса стилизован под вагон. Здесь создана аудиовизуальная инсталляция, инсценирован эпизод отправления депортированных в места ссылки. Тут документальные факты, тут вся история, тут наглядность, тут рассказы о былом, прошлом, как это все происходило. Это очень трогательно. Экспозиция ознакомит с историей депортации не только крымских татар, но и других народов, высланных из Крыма. Галине Тимурчевой на момент депортации было 6 лет. Вывезли, как скот на этих, на открытых машинах, привезли, вот, кинули вот сюда, в сюрени. Пока поезд, ждали мы вагоны, вот они поместили нас в эти ужасные вагоны. И в нашем вагоне женщина родила даже, в каких условиях она родила. Представьте, ребенок выжил. Для музея разработано специальное приложение, где с помощью интерактивного экрана можно познакомиться с оцифрованными архивными документами и фотографиями, а также воспоминаниями очевидцев, собранных интернет-изданием Краймиан Татарсклаб. Для гостей экспозиции выступили солисты Крымско-Татарского театра. Экспозиция будет действовать на постоянной основе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok